В Омском отделении Союза журналистов России экипаж яхты «Сибирь» рассказал о готовящемся к кругосветном путешествии 2019-2020 годов. Главной целью экспедиции, путь которой проляжет по северному и южному полушарию, станет посещение Антарктиды. Подготовка к путешествию ведется уже два года. Данный проект стал победителем конкурса президентских грантов. Почти 10 миллионов рублей было выделено морякам на экспедицию, посвященную юбилею открытия Антарктиды. От Омска вокруг Северного полюса и вокруг Антарктиды и посвящен он непосредственно 200-летию открытия Антарктиды русскими исследователями Беринсгаузиным и Лазаревым. Это очень значительное событие. Ну, представляете, об этом еще скажет Игорь Алексеевич Вяткин. Но я хочу просто сказать, что более крупного географического открытия за последние 200 лет не было, потому что никто больше континентов не открывал. Это крайний, я бы сказал, последний континент на нашей планете, который открыт русскими. По словам Сергея Щербакова, самый южный континент Земли амичи посетят впервые. На берегах Антарктиды путешественники планируют высадиться 28 января 2020 года, как раз в день открытия Белого материка. Если немножко усилить тезис Антарктиды и ее значимости, да, это, ну, как вам известно, это кухня погоды, да, это известная нам, ну, по сути дела, фактически в результате деятельности наших полярных станций. Вся история климата Земли за последние там несколько миллионов лет. Капитан экипажа сообщил журналистам, экспедиция продлится полтора года и частично пройдет по маршруту первооткрывателя Белинсгаузена. Старт у нас намечен из Омска 7 июля. Это как раз воскресенье, день речника. Я вас уже всех приглашаю на речной вокзал, потому что традиционно старт из Омска и традиционно старт на яхте «Сибирь», которая наша Омская. В Ханты-Мансийске экипаж «Сибирь» сделает пересадку. Сейчас идут переговоры с владельцем парусно-моторного судна, которое будет выполнять задачи по реализации проекта. Субтитры создавал DimaTorzok